приветствую вас друзья сегодня я собираюсь протестировать краску масляную компанию феникс это краска китайского производства но почему я им заинтересовался написано нетоксичная этот аспект меня заинтересовал я вот хочу сегодня сделать тест на смешивание цветов умение смешивать цвета подбирать необходимый цвет в живописи это самое необходимое умение художника точно так же как уметь подбирать тона точно также подбирать цвета поэтому я сегодня вот использую как я уже сказал краску компании феникс краска который я приобрел в маленьких тюбиках здесь они значит по 12 миллилитров тюбики это еще хороша тем что его можно брать на пленэр если вы ненадолго едете на пленэр нарисовать одну или две картины то я думаю это количество краски вполне будет достаточно тюбики я имею ввиду столько краски на две-три картины вполне хватит это я говорю с уверенностью что на две-три картины хватит возможно она хватит на более но самый приоритет его в том что балл в весе если его еще измельчить из коробки то я обычно беру с собой вот такое приспособление которое я сделал из баклажки я вот баклажку прорезал вот в этом месте здесь открывается и я сюда складываю все мое необходимое сюда помещается вся палитра красок который мне необходим на пленэре здесь как видите краски и больших размеров 100 миллилитров и 45 миллилитров краски мастер-класса также здесь мне находится мастики разбавители значит масло разбавитель и даже кистемойка у меня здесь находится вот видите если я могу вам сделать отдельное видео и показать про нее отдельное видео сейчас я буду проводить смешение красок я должен прописать это все как начнем это лимонный желтый наношу немного сюда следующая краска у нас это у меня верхняя я подготовил теплые оттенки теплые цвета это у меня охра желтая yellow охра следующая у нас вермиллион следующая у нас вермиллион и следующая у нас скарлетт лэк и и добавлю я сюда титановое белило потому что в этом комплекте нет титанок белил я добавлю титановое белило компании montmart тоже укрывистая краска также краска компании montmart это американская компания не токсичная краска нон токсик если вам видно нон токсик вот я все краски разложил выдавил то есть так белило цинковые четыре звезды полупрозрачные три звезды лимон елов полупрозрачные три звезды елов охра четыре звезды полностью укрывистая вермиллион тоже четыре звезды также полностью полупрозрачные также полупрозрачные шум музыка ну что ну что вот burn с янами не понравилось потому что оно имеет много жидкости сразу неприятное впечатление от нее burn amber вот плотная краска полупрозрачная так сервис сервис три звезды укрывистая в талаблу четыре звезды укрывистая emerald green четыре звезды полупрозрачная вердиан четыре звезды тоже полупрозрачная и lam black четыре звезды полностью полупрозрачная я буду смешивать краски вот по рекомендациям которые есть прямо в коробке тут есть рекомендации какие цвета можно получить при соединении каких цветов это мы будем проверять впервые сначала я хочу проверить их в разбиле с белилом сделаю такой вот ряд разбила на каждый цвет сделаю разбил с белилом понемножечку а потом будем в следующем ряду получать путем соединения по рекомендации данной в этой коробке и попробуем сможем ли получить такие цвета или нет буду работать пальцами чтобы убедиться что эти краски не токсичные как написано в упаковке и так приступаем возможно мой голос не всегда будет хорошо слышен и придется отключить звук но визуально вы все это увидите что не Продолжение следует... 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 охра желтая мне она понравилась она тоже вот в разбиле это все вермиллион тоже в разбиле и вот так вот они все в разбиле все краски я сделал разбил здесь вот в этой полоске это разбил каждой краски даже вот ламблэк тоже в разбиле он постепенно превращается в серый цвет теперь следующим этапом я стал теплые цвета мешать с холодными и так вот сериаленблю ее натуральный цвет а вот здесь я значит смешал сериаленблю и пталоблэк и получил желтого темно-зеленый цвет потом сериаленблю развел с лимонным желтым и лимонным получил такой светлый зеленый цвет потом развел его с желтой охрой получил темный такой зеленый цвет зеленый цвет а в смеси а в смеси с вермилен получается такой темно-зеленый ближе к черному это в тени хорошо их наносить в смеси в смеси скарлет тоже темно-зеленый и в смеси с берн сиеном он получается светлее немного зеленый по отношению к предыдущим в талаблу я опять же таким же образом смешал с лимонным зеленым полупрозрачным получил вот такой темно-зеленый цвет смешав с желтой охрой получил такой темно-травнистый цвет смешав с вермилен получил еще темнее но опять же здесь вот эти оба ряда получаются зеленые в разных цветах можно все смотреть я пронумеровал а вот Emerald Green здесь получаются очень интересные цвета с лимонным желтым он получается такой красивый такой зеленый цвет цвет с елов охра получается такой цвет оливковый а вот в смесье с вермилен и скарлетт они получаются коричневые цвета и и опять смеси с бернт сиена и берд амбер получается оливковые цвета вердиан я смешал опять же в таком же порядке и все это пронумеровал и получил вот такие вот зеленые цвета в основном черные а я пробовал смешать опять же с этими со всеми тёлкными цветами и получил опять же черные потому что черные она перекрывает любой цвет как видите и получается черные в разных тонах резюмирую что я хочу сказать когда приобретаете краску любого производителя в первую очередь очень полезно вот так вот сделать смеси чтобы посмотреть что с чем как будет выглядеть еще можно тут менять разные смеси но я сделал так как я сам думал основные вот тут еще я сделал ряд теплых смесей теплых с теплыми и получил разного оттенка краски коричневого цвета тут я как английское красное получается вот ближе но тут опять если менять соотношение будут они опять получаться разные тона я для себя излег очень большую пользу потому что теперь уже заранее буду знать какой будет получаться цвет если смешивать одну краску с другой а раньше до сих пор я конечно был в курсе этого дела однажды смешивал так частично а вот так вот как сегодня скрупулезы не смешивался и сегодня я убедился что это очень полезное занятие для того чтобы понимать больше понимать в цветах и больше понимать как что с чем мешать если это видео было для вас тоже полезным благодарю вас за участие пишите в комментариях будем дальше тоже другие краски смешивать может быть не такое большое количество а основные базовые цвета и из них получать новые цвета так что ждите следующих видео до свидания с вами был Садридин